Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После опасного эксперимента с трагичными последствиями станцию закрыли, и ее выкупила корпорация Транстар, которая продолжила исследование военных, используя достижения предшественников для разработки улучшений мозга, нейромодов и технологий продления жизни. История самой игры происходит уже в 2032-м, когда цепочка событий приводит к очередному неудачному эксперименту, последствия которого предстоит разгребать вашему герою или героине. Продолжение следует... 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 позволяя вам перемещать предметы, уменьшать урон от огня и электричества, превращать мёртвых людей в дружественных фантомов, переманивать на свою сторону заражённых дронов и создавать собственных клонов. В случае использования инопланетной генетики вы также станете мишенью для защитных систем корабля. В отличие от обычных навыков, каждую из способностей инопланетян вы должны получить, сканируя представителей враждебных видов с помощью психоскопа. Костюм и возможности психоскопа также можно значительно усилить при помощи десятков модов. При всей своей интересной концепции с превращениями в предметы, противники выглядят уныло. Чёрные кляксы-пауки, кляксы-гуманоиды, кляксы-гуманоиды, накаченные огнём или электричеством, радиоактивные летающие кляксы, кляксы-мозги, заражённые роботы и гигантские человекоподобные кляксы лишены оригинальности. Что касается способностей к трансформации, то она есть только у мимиков, и в начале игры их нападения раздражают, а с появлением психоскопа лишаются внезапности. От большинства врагов проще убегать, спасаясь за межуровневой перегородкой, восполняя потраченное здоровье при помощи аптечек или роботов-медиков. Если же вы выбрали поединок, то лучшей комбинацией, чем пена и гаечный ключ или приманка и утилизационная граната, вам точно не найти. Оружие в игре разнообразно, но не вызывает восторга. Гипс-пушка не только обездвиживает врагов, но и гасит огонь, заделывает пробоины в обшивке и помогает строить импровизированные лестницы на верхние этажи. Разводной ключ универсален и при прокачке может убивать мимиков с одного удара. Дротикомёд-охотница, который на самом деле обычный нервган, позволяет отвлекать врагов и нажимать недоступные кнопки, но мы воспользовались им за всю игру лишь несколько раз. Шокер бесполезен, дробовик неплох, но пистолет быстрее. Акал-лучемёт хорош только против жирных тварей, вроде телепата или кошмара. Почти идеальной является утилизирующая граната, которая засасывает даже сильных противников, выплёвывая кубические компоненты. Но, как мы уже отметили выше, проще от врагов просто убегать. Стелс-прохождение также возможно, но на некоторых этапах вам нужно уничтожить сильного врага, чтобы открыть дверь и решить эту проблему по-другому просто невозможно, что разочаровывает после практически идеального в плане вариативности Dishonored 2. История окружающего мира куда интереснее переживаний главного героя. Здесь находится место для юмористических ставок, забавных эпизодов и даже политики, где СССР внезапно захватывает территорию Индии, вызывая беспокойство американских коллег. Гендерное равенство и толерантность, естественно, для 2032-го, где вас ждут несколько сюжетов о любви между девушками. Также стоит отметить возможность выбора в начале игры главного героя или героини с гендерно-нейтральным именем Морган. Примечательно и то, что коды от сейфов и дверей в игре одинаковы для всех игроков, что в случае заминки позволяет вам обратиться к сетевому прохождению. И это весьма кстати, ввиду того, что браслет с кодом можно случайно уничтожить, лишив себя возможности пройти побочное задание. Ещё одной интересной находкой является возможность отследить через компьютер и найти каждого живого или мёртвого члена экипажа на корабле, а при отыгрыше роли злодея за убийство всех людей в игре даётся отдельный трофей. Стилистически игра выглядит великолепно, предлагая вариативные с точки зрения дизайна локации, отсылающие к Биошок, но технически заметно уступает конкурентам из-за проблемной технологии CryEngine. На PlayStation 4 Pro часть текстур подгружается во время игры, межуровневые загрузки длятся минуту, а различные ошибки напоминают о себе на каждом углу. Наш персонаж несколько раз проваливался сквозь текстуры или застревал в полу. Некоторые проходы в игре служат не шорткатами, а украшениями. Попробовали один из них, застряли и не смогли выбраться наружу. Пришлось перезагружать сохранение. Складывается впечатление, что разработчики особо не трудились над консольными версиями и портировали игру с ПК без особой оптимизации и полировки. Надеемся, эти недостатки будут исправлены будущими патчами. Чего не скажешь о музыке Мика Гордона, которая после красивой начальной композиции предлагает по большей части набор из Ambient Shumov. Множество вопросов вызывает уровень сложности. Даже на минимальном значении вас могут убить с одного удара. Роботы сжигают за три секунды, враги телепортируются за спину, а выйдя без патронов из лифта, вы можете оказаться в окружении сверхсильных тифонов, которые не дадут вам ступить и шага. Prey предлагает для изучения интересный мир космической станции с очень богатой предысторией, но периодически мешает вам исследовать его загадочные просторы. Лишенные глубины персонажей, неудобный инвентарь, огромное количество бэктрекинга и слишком сильные и надоедливые враги лишают вас наслаждения от изучения окружения. В отличие от Bioshock Infinite, в основном сюжете Prey нет острой эмоциональности, шокирующих открытий или запоминающихся сцен. Игра абсолютно пресная, пытающаяся копировать идеи других проектов, если не считать первый выход в космос или 30 минут из самого начала. Но при этом в ней есть что-то волшебное, заставляющее исследовать каждый уголок и решать очередную побочную задачу. Если бы не это странное очарование, то мы вряд ли бы провели в ней столько времени, распутывая тайны орбитальной станции и ее несчастного экипажа. А вам спасибо за просмотр! Оценивайте, комментируйте, следите за нашим каналом, чтобы получать свежие обзоры, и заходите на сайт, играйте в хорошие игры и делитесь впечатлениями с нами на gamemag.ru Субтитры сделал DimaTorzok